Попутного вам ветра, я Мира Йо. Видео будет пример создания простой, средней и сложной модели. Для удобства видео поделено на тайм-коды. Где исключать эту программу? С официального сайта, доступно на Windows и Mac. Или я пользуюсь кракнутой версией. Но скачивая взломы, вы действуете на свой страх и риск. Поэтому в описании под видео укажу ссылку, откуда я скачивала. Для начала нам нужна модель, которая разбита на свои. Для простой возьму гачу. Я использую IBIS. Нажимаем на поделиться, сохраненные слои и выбираем удобный для нас способ. Загружаем файл в Live2D. Перед началом нужно ознакомиться с интерфейсом и основными функциями. Слева находятся слои исходного PSD файла, где можно изменить их в порядок. Ниже то, с чем мы будем работать. С красной рамкой объект можно перемещать по полю, изменять, искажая размер. С зажатым шифтом меняется только масштаб. У нашего исходного изображения есть прозрачность. Перемещение между слоев, наложение и добавить. Для скелета нужны деформеры. Изменить его местоположение можно с помощью Ctrl. Также с поворотом. Главная кость у нас тело. В него переносим голову и руки. Ноги отдельно. Правее от нашей работы с деформерами есть параметры. На них мы будем делать определенные действия. При нажатии правой кнопки мыши можно посмотреть и изменить параметр. Внизу есть цифры. В середине откуда будет начинаться. По бокам конечные точки. На простой модели я их соблюдать не буду. Называть можно как угодно. У нас теперь есть рабочий скелет. Как он работает, можно посмотреть, нажав сюда. Для глаз достаточно их открытое и закрытое состояние. Для рта я использую разные фото. Делаем как на видео. На этом наша простая модель готова. Перейдем к средней. Для нее нужно вот такой вид спереди. На ней я буду соблюдать параметры. И сделаю небольшой поворот с физикой волос. Слоем можно использовать маску. Для этого нам нужно окно с названием инспектор. Ищем основной слой. Ищем ID. Копируем содержимое. Ищем объект, который должен быть в маске. Вставляем в клипинг ID и Enter. Так можно делать с несколькими объектами за один раз. И применять ее можно к нескольким слоям. Например, ноги. Для всех слоев нужен Art Mesh. Проще говоря, сетка. Без нее анимация будет не такой пластичной. Ее просто сгенерировать. Выделяем все видимые слои. И нажимаем на эту иконку. Для большинства слоев подойдет стандарт. Heavy подходит больше для сложных объектов, где нужно сохранить качество. Например, глаз, пряди волос. В особенных случаях Art Mesh можно нарисовать самому. Вот эта иконка. Вкладка Tool Details. Ластик. Перо. Лассо. Чтобы отсоединиться от точки, нажмите Escape. Учтите, что в Art Mesh должны быть трюгольники. Для этого полезен Auto Connect. Присутствует клей. Он может объединить Art Mesh. Хороший пример, для чего он. Видно на хвосте. Но вручную я редко им пользуюсь. Path Editor создает линию с точками. Удобно изменять Art Mesh. Подходит для тонких, длинных объектов. Пряди волос, ресницы. Варп-деформер – та же сетка. Но ее можно создавать слоями неограниченное количество. И собирать много объектов, как в папку, одновременно их видоизменяя. В создании выбираем удобное нам количество точек. Первая строчка – основные. Вторая – дополнительные. С базовыми инструментами закончили. Разложим все по варп-деформерам. Обычно я собираю лицо на передние и задние волосы. Глаза, рот, уши, общая голова. Поставим обычные деформеры. Приступим к анимации глаз. За их действия отвечает I Open. Эдом с ними есть буквы Right и Left. На английском – это правый и левый. Для ресниц нужен Path Editor. В первой точке они должны быть закрыты. Во второй – открыты. Делаем, как на видео. Но можно сделать все на два параметра. Для зрачков – Ice Ball. Берем три ключевых кадра. Для продолжения ознакомимся с понятиями X, Y, Z. Икс – влево-право, Y плюс вверх, Z – поворот. Делаем, как на видео. Переходим в середину X и в Y. Объединяем параметры. Как видно, у нас нет углов. Для этого нажимаем на три линии и выбираем… Теперь у нас есть углы. Для рта нам нужна горловина, язык и зубы. Также два параметра – Mouse Open и Form. Возможно, вам попадались такие изображения. Как видим, здесь много точек. Для доступа к своему раздолью мы нажимаем на эти кружки. Верхние отвечают за вертикальные, нижние – за горизонтальные. Здесь я добавлю О. Для поворота головы – Angel X, Y, Z. Чтобы не тратить время на поворот в другую сторону, используем отражение – Reflect Motion. Для сохранения наклона волос при повороте создадим новый Warp Deformer и поворачиваем. Создадим физику волоса. Для нее создан новый параметр. Дадим пряде два обозначения – X и Y. Переходим в раздел «Физики». Моделим Open Physics. Добавить. Какой брать пресет физики – без разницы, ее после можно изменить. Выбираем параметр, при котором будет действовать физика. Числа на максимум. Переходим во вторую вкладку. Выбираем тот критерий, где мы сделали физику. Если ничего не происходит, увеличим значение. Для кистей рук я использую смену изображений. Параметр, отвечающий за дыхание. Нужно два ключа – максимальный вдох и выдох. Про поворот тела делаем то, что делали с головой. При повороте заметно, что объекты заходят друг на друга. Используем перемещение между ними. На этом средняя модель готова. Добавим в лицо объем. Первое – использовать голову и слой с умножением. Второе – использовать голову, ее контур, тень и вот этот кружок, который при поднятии головы создаст интересную иллюзию. При втором варианте удобно делать поворот до профиля, изменяя контур. Для упрощения работы и знать, куда двигаться дальше, можно использовать скетч. Для такой же лейности разделим обзначок на несколько частей, и как на видео. Переходим в специальный раздел, физику можно создать абсолютно любому объекту и задать ее критерии. Дергаем параметр, добавлю в арптиформеры для физики ресниц. Состав рта немного изменился, к нему добавим губы, язык и щечки. За щечки отвечает этот параметр. Для более живой анимации делаем движение челюсти. Для ухмылки я беру горловину и губы. Для языка создам новый. Не обязательно, но ему также можно создать физику. Для кисти рук нам нужна внутренняя и внешняя сторона, плюс пальцы и как на видео. Делаю поворот и возможность согнуть пальцы. Уши три слоя, нижний, верхний и пушок. Также можно задать физику. Что делать с очками? Поделить на три части. Стекло, блик, оправу. При каких движениях он будет появляться, выбирайте вы. Для хвоста используем деформеры. Ставим несколько костей. Моделинг. Скининг. Еще раз скининг. Не убирая выделенные слоя, нажимаем сюда. Это создаст автоматические параметры. Называем папку и на сколько градусов. Конечно, пожелания можно делать как с паз-эдитом, так и варп-деформерами. Чтобы в анимации их не анимировать вручную, можно задать эти параметры физики. Для эмоций использую изображение с прозрачностью. Нюансы касаются предметов и других персонажей. Чтобы модель держала предмет или держалась за руки, соответственно, это придется вписать в него. Перед тем, как делать анимацию, сохраним модель. Переходим на таймлайн, перетаскиваем модель. На таймлайне расставляем параметры. После того, как мы все сделали, включаем физику. Анимейшн, трек и бэк анимейшн фронт физик. Конечно, если нам что-то не нравится, можно подправить вручную. После того, как создали анимацию, сохраняем. Пай, мови. Ничего не меняем, кроме этих чисел. И хотим ли мы видеть задний фон. Даем название и ждем. Под конец скажу, что можно создать свою модель и использовать в качестве болванки. Но есть и базовые, уже встроенные болванки. Могут cosmetics сделаем маленькие хвости. Очень識отка придется об另外 помещения. Наши большинки конеч сравнятся на Sudden. Бо hemos найден. Нины нетTwitter в магазина перед miedo. еты, высота ты Daddy apresentал. Нини�. Всебывайте Spe Bill. Перестание Cooper. Благодарю за просмотр, всего вам наилучшего и сияйте ярко, мои звездочки.